ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Я имею в виду, как люди участвуют в политике. Гораздо более атомизировано, нежели более социально. Это, ну знаете, легко следовать моде во всем этом. И в отношении уровня социального неравенства Соединенные Штаты оказываются эталоном. И все, что происходит вокруг, становится все ужаснее, начиная с 80-х. Со времен Рейгана резкое повышение. Потом оно снижается, в 60-х поднимался, и затем огромная кривая перепада как раз тогда. С точки зрения среднего социального капитала, в США он наименьший по отношению к какой бы то ни было к культуре западноевропейского типа. Боже мой, у нас такой разброд в 1971 году, когда они не знали, что части мозга выделяют, гормоны, в 71-м, был размер налогов в 90%, то есть вы могли платить налоговый сбор в 90% в 71-м году. И что-нибудь стало с этим? Вот картина, каков облик общества. Так что посреди этого, знаете, легко перейти к тирадам. Но это как раз то, что делает эту страну такой, какая она есть, к счастью или несчастью. Я, знаете, на определенном уровне, типа, наши права, дарованные Богом, как американцам, будь то быть мобильным, быть анонимным, быть... уехать, уехать оттуда, где ты вырос, поменять свое имя, избавиться от акцента, ведь ты поступаешь в колледж, а тут твой местный позорный акцент. Ступай, открой себя заново. Ты не можешь открыть Кремниевую долину, находясь среди охотников-собирателей. Это должно было стать мировой меккой для мизантропов, которые меньше всего нуждались в социальной связанности и социальной общности. И это мир, в который ты отправляешься, когда я... Когда я окончил аспирантуру в Нью-Йорке, я ушел на позицию пастдока на два года в Сан-Диего в Институт СОКО. И на что вы идете, когда становитесь пастдоком? Вы находитесь там по одной единственной причине. Это получить... три причины. Чтобы набрать много публикаций, научиться различным лабораторным техникам и сделать разные вещи. В лаборатории вы уже получили свой PHD. И, наконец, найди где-нибудь работу. И вот ты здесь на два года. И ты здесь, чтобы пахать как маньяк. И за те два года моей жизни я не обмолвился ни словом со своими соседями. И с теми, скажем, моими друзьями из Кении тоже. Это звоночек для психиатра. Если вы не разговариваете со своими соседями, ну как бы, что вам здесь нужно? Нужно сделать свое резюме. Так что на здоровье. Я здесь не для того, чтобы заводить друзей. Я здесь, чтобы работать по 80 часов в неделю в лаборатории. И ура, кто-то в конце меня возьмет на работу. Это вся политическая структура. Что политическая структура строится на неком подобии равенства. Да, и мы на каком-то уровне подписались на все это, допустив, что с легкостью можно поныть его в нашем распаде сообществ. И мне не хотелось все так же жить через соседнюю дверь от своих родителей и беспокоиться о внуках, коровах, о том, чтобы жениться на той, кто знает, как ощипывать кур, и о нашем маленьком Штетле, и все такое. Да, у этого есть свои плюсы. А затем на горизонте появляется что-то вроде 11 сентября, и мы обнаруживаем, что не знаем имен своих соседей. И теперь должны пойти точить с двух сторон свои мечи. Я задал так много вопросов о том, о чем я прочитал тут, но есть одна вещь, о которой мне просто ужасно как хочется спросить вас. С того самого момента, как я принялся читать все это. Вы знаете о Рее Курцвелле и всех этих спецах по искусственному интеллекту. Наши соседи, что к югу от нас. Что вы думаете насчет подобного рода дискуссиях? Знаете, как о сингулярности в 2032 году? Машины станут умнее, чем люди. Мы представляем собой большее, чем некое абстрактное сознание. Мы люди воплоти. Наши тела гораздо важнее. И мне любопытно. Вы, кто исследует как бы все эти демонстрации превосходства и поведения приматов, и функции мозга. Я имею в виду, что насчет этого разговора об искусственном интеллекте, как он видится лично вам? В основном ужасающим. Я надеюсь, ужасающим лишь из-за моего полного невежества. Наш сын, Бенджелер, он по компьютерным наукам Стэнфорде, занимается искусственным интеллектом. Он собаку съел на том, чтобы объяснять мне. Его способность презрительно смотреть на нейроны и насколько они примитивны в плане вычислений. Так что, опираясь на его настроения, о которых можно много сказать в плане социально-эмоционального прайминга, никак не касаясь компьютерных наук, просто глядя на его настроение. Либо мы все будем перезаписаны на чипы, и первые бессмертные люди тогда уже среди нас. Ну, что-то типа того. Либо, если он не в духе, осталось 20 лет до того, как из нас делают заготовки углерода для машин. Так что, в совокупности, я не уверен, от чего следует ужасаться. Это действительно звучит весьма жутко. Ну, знаете, на самом фундаментальном уровне жутко, когда я расстаюсь с привычными вещами, как не самыми... Должности рабочего класса окажутся устаревшими из-за машин, но врачи окажутся не при делах совсем скоро. Компьютеры в данный момент лучше обнаруживают меланомы, чем это делают дерматологи. Рентгенология, которая считывает опухоли, из разряда такого. Ну, знаете, на объективном уровне как-то так. Но факт в том, что мы окажемся на этапе, когда мы реально не сможем чувствовать разницу между тем, когда мы общаемся с человеком или с машиной, не говоря уже о том, что предпочесть. В этом есть что-то пугающее. Да. Я хотел сказать, тут просто... Тут не может оказаться альтернативного человечества, которое просто... Которое так не развилось. Только если не изобретенное нами... Вы понимаете, о чем я? Мне любопытен этот момент насчет снов и желаний. Просто все то, что из разряда иррационального, подспудного, о чем вы говорили, о чем нам лучше известных. А машины? Будут ли видеть сны? В любом случае, я так рад, что вы... Это как разговоры за обеденным столом с вами. Но обычно это оканчивается сочетанием полнейшей технологической путаницы со стороны моей жены и меня и тонко завуалированного презрения со стороны нашего сына. Но это... это довольно интересно до какого-то момента. Итак, одна из традиций на нашем форуме. Мы отвечаем на вопросы. Так что Ребекка Несселл собирает вопросы. Так что попрошу, приступайте и дайте нам знать, какие окажутся вопросы. Одним из моих любимых мест в биологии добра и зла была часть про своих против чужих. Я подумал о том, что может быть очень полезным, ну знаете, обрисовать контекст всего этого. Напряженности, недоверия и стереотипов, и предубеждений. Я хочу сказать, что просто множество того, о чем пишется в газетах, этот опыт нас против них. Вы немножко писали о работах Джонатана Хайта, о ценностях. И вы упоминали об этом ранее, о запахах и о консерватизме. Есть ли что-то из области биологии, чему вы отдавали должное? Что если администрация Трампа, как бы их работа начинает завладевать, когда вы глядите на эти митинги по телевизору? Ну знаете, как приматолог, как нейроученый. Как вы думаете, что происходит с этими людьми? Что все это означает? Ну, я так надеялся, что Ривкин разнесет администрацию Трампа, но... Я тоже надеялся. На это уходят десятки лет, на социальный прогресс. Это и вправду несколько крупное дело, потому что так много людей отходят от дел, и так много, ну знаете, так много... Спасибо. Я человек, моя фронтальная кора не всесильна, я создан для того, чтобы утопать в гормональной ванной злость и всем таком. Это требует много усилий, помнить о том, что делают людей такими, какие они есть. И они не становятся теми, кто они есть, и на ужаснейшие обличья, и которые наносят самый большой урон. Все это вне контекста. Неизбежно много боли, много страха, и много лишений, и много невзгод. И для всего этого, если вам удается найти, как бы, способ, и вы выясните, что это очень существенно, что у 90% людей, кто является убийцами в этой стране, полный набор того, что принято называть неблагоприятным детским опытом, который настраивает ваш мозг так, что у него теперь множество проблем с эмпатией и самоконтролем, и с долгосрочным планированием, и тому подобным. Если, правда, возможно найти применение биологии, чтобы рассуждать об этой проблеме, и решить, будто они такие же поломанные машины, как я, удачливая машина, и провернуть то же самое по отношению к Бретту Кавану, или кому-нибудь еще из этой серии, знаете, что можно подчеркнуть из работ Джонатана Хайта? Он социальный психолог. У него есть замечательная работа из Нью-Йоркского университета, по которой вся эта проблема проистекает из моральных решений, которые мы принимаем. В какой мере пути нашего мышления приводят нас к моральным решениям по сравнению с путями наших чувств. И очевидно, что западная философия уже сотни лет говорила, что это мышление, и хвала Богу, что мы одарены разумом, и все, что нам стоит сделать, это понять моральные стадии, стадии развития, детей, модель психологического состояния, и все такое. И давать уроки этики? И уроки этики. И ненависть является как бы наиболее осязаемой. Типа, открытие — это мера того, каким образом мы приходим к нашим моральным решениям и нашим восприятиям, и затем гнаться за ними, чтобы в конце концов нагнать, чтобы все это обрело смысл, обрело смысл от того, что я не могу этого понять. Но когда они это делают, это так. И вот я выяснил, что с ними не так. Это скорее объяснение задним числом, нежели рациональное мышление. И вот что из этого получается. Мы рационализируем наш эмоциональный опыт. Все верно. И с точки зрения нейробиологии, лучший способ это продемонстрировать, это дать кому-нибудь, ну типа набор моральных ситуаций. Правильных, неправильных, неважно. Засунем его в сканер мозга, и эмоциональные части вашего мозга активируются раньше вашей фронтальной коры. И что делают ваши эмоциональные части? Какие функции у каких частей? Является лучшим предикатором решений, что вы принимаете. Нежели то, что делает фронтальная кора. Что из этого получается? Невероятно ценная истина, которая гласит, вы не можете прояснить чье-то поведение, в случае, если он не прояснил это в первую очередь для самого себя. Если вы не можете устранить эмоциональную боль, и эмоциональное смятение, и эмоциональность, которая привела людей в нынешнюю ситуацию, и к некоторым самым неприглядным моментам, рациональность не приведет вас к какому-нибудь другому месту. И я думаю, ну, знаете, Америка, начиная с 4 ноября 2016 года, открыла для себя бесправного, злобного, бесцельного, неотесанного, работящего, белого американского мужчину, и месть, которая совершается уже здесь, в кабинке этого голосования. Да, вы не можете найти объяснение для кого-то, кто сам не нашел тому объяснение. По большей части, откуда проистекают наши точки зрения. От эмоций. И множество подспудных эмоциональных страданий, которые приводят людей туда, где они сейчас. Да, я хочу сказать, возвращаясь к этим громадным массовым сдвигам в неравенстве, все это, это же то, с чем мы никогда прежде не сталкивались. Теперь мы стоим перед последствиями всего этого, в самых различных обстоятельствах. А вот, моя 28-летняя... Так, в общем, у меня целая пачка этого, так что давайте приступим потихоньку набирать скорость. Моя 28-летняя дочь, детский психолог. Какие из ваших книг вы бы ей посоветовали? Пожалуй, почему у зебр не бывает язвы? Она о стрессе, заболеваниях, связанных со стрессом, и главное место там уделено социальным и психологическим факторам – здоровье. А я реально обожаю записки приматов, так что, возможно, стоит начать с них. Какую роль стресс играет в вашей жизни? О, я об этом тоже читал. Ужасную. А зачем еще кто-то бы стал тратить 40 лет, работая по 80 часов в неделю над исследованиями, если бы изначально не был в состоянии справляться со стрессом? Я говорю, если так посмотреть, я запросто могу откинуться от сердечного приступа, и это бы попортило все продажи книг. И кредит доверия ко мне. Ну, знаете, я из этого племени, очень драйвовых, очень мотивированных, с супердолгосрочным планированием, из таких ребят, которые хорошо знакомы большей части этой страны и академическим кругам. Так что это не то, с чем я хорошо справляюсь. Футбол в этом плане хорош. Играйте в футбол. Ну, к несчастью, это... Я, кстати, узнал, что вы не можете играть в футбол. Межпозвоночные диски оказываются не такими, какими вы их ожидали увидеть. Что вы знаете о биологии неловкости? Ну, вообще, оказалось, что много чего знаю. Ну, неловкость. Я думаю, что это совокупность сразу нескольких вещей. Когда вы занимаетесь генетикой поведения, и я могу умничать часами и часами, насколько малое на самом деле гены имеют отношение к человеческому поведению. Есть сфера с более мощной генетической составляющей, хотя речь не о том, что она играет там основную роль, но более мощная. И это интроверсия и экстраверсия. Здесь прослеживается относительно большое присутствие генов. Здесь гораздо чаще можно говорить о воздействии гормонов, пока вы являетесь эмбрионом. Но тут есть что-то генетическое в интроверсии и экстраверсии. И это имеет отношение и к социальной неловкости. Похоже, оказывается, что доминирующим во всем мире психическим расстройством прямо сейчас является тревожность, тревожные расстройства. И одной из основных разновидностей социальной тревожности является колоссальная трудность в изучении социального интеллекта. Тут важное значение приобретает тот факт, что мы не можем в полной мере говорить о фронтальной коре до 25 лет. Потому что вы не просто усваиваете правила социального поведения. Вам нужно усвоить все правила допустимого лицемерия и рационализации. И почему вы являетесь исключением. Про что есть очень болезненные правила. Но почему же в свете моих особенных обстоятельств я становлюсь исключением. Это трудная штука. Вы говорили, что две трети всех перенятых нами взаимодействий. То есть, я хочу сказать, это тоже часть этой неловкости. Вы либо не слишком хороши в этом, либо не тот человек, с которым хотелось бы посплетничать. А им бы хотелось посплетничать. И это все основано на антропологии. Вы рассядьтесь вокруг походного костра и посадите рядом с собой инуита, или Саама из Северной Финляндии, или Хадза из Танзании. И следите за тем, о чем переговариваются люди вокруг. И значительный процент того, о чем поговаривали люди примерно с того времени, как мы изобрели язык, было, что это он делает с теми, кто не должен им быть, и у кого, типа, не протянут радиосигнал за холмом. И это, как уже говорилось, месть. Это сплетни. Это месть за слабости в социуме. Так, у нас тут вопрос. Я новоиспеченный родитель, и я слышал о так называемом уме-попугая, и в противовес ему прямом уме. Есть ли подтверждение для них? Как мне перейти в состояние ума родителя наиболее оптимальным способом? Вот бы я знал об этом 15-20 лет назад. Давайте посмотрим. Если вновь обращаться к биологии, то здесь, как и у всех, кто имел дело с этим, подтвердят это нечто, смутно похожее на биологию. Мамин мозг. О нем можно сказать, что если у вас лактация, если вы кормите грудью, что-нибудь в этом роде, разные гормоны имеют к этому отношение, притупляются некоторые аспекты памяти. Что ты знаешь? Ты не так уж сильна в математике или в запоминании длинных списков слов. Но ты зато хороша в поддержании социальных отношений. Происходит сдвиг восприятия под воздействием гормонов, связанных с послеродовой лактацией. У мужчин уровень тестостерона падает после того, как становятся отцами. И чем сильнее он падает, тем лучше этот предиктор показывает, насколько отец будет вовлечен в жизнь своих детей. И оказывается, что это присуще всем видам с парной связью на планете. Биология всецело участвует в этих сдвигах. И потом... Это время, когда биология кричит вам о том, чтобы вы были действительно заботливым, о нас, в противовес им. И в такое время мозг предельно податливый по отношению к тем, кто называет себя своим. Потому что, в конце концов, вселенная, где вы живете, трансформировалась множество раз. И в ее центре, рядом с вами находится кто-то, кого вы не знали до того, как появились на свет. В этом плане вы были очень податливы для тех, кто причисляет себя к фундаментальным своим. Следующий вопрос. Травмы, видимо, глубоко укореняются в мозге человека. Что вы можете сказать об этом? А также о том, как это связано с нейропластичностью. Замечали ли вы такое же удержание у приматов? Да, ныне это уже эпидемия посттравматического стрессового расстройства. У людей, которые возвращаются после наших авантюр в других странах, из Афганистана и так далее. Много тут связано с тем фактом, что у нас люди остаются в живых после ранений на поле боя, чего у нас не было прежде. Так что они возвращаются физически и психологически изувеченными. У нас тонны данных о ПТСР, посттравматическом стрессовом расстройстве, и о том, как после травмы ведет себя мозг. Так было продемонстрировано что-то вроде двоякого качества в неудержимо трендовой теме из сегодняшней нейронауки. И это нейронная пластичность. Вау, мозг меняется под действием опыта. Спен стал музыкантом. Серьезным музыкантом. Вы расширяете объем своей слуховой коры, которая отвечает за чувства нашего музыкального слуха. Вау, ваш мозг изменяется всеми возможными способами. И это могло бы быть совершенно поразительно. Вы возвращаетесь с травмой после чего-то там, и одной из составляющих нейропластичности, часть мозга, которая называется менделевидное тело, которая отвечает за страх и тревогу и агрессию. У вас ПТСР, и ваше менделевидное тело благодаря нейропластичности становится крупнее нормальных размеров. И возникают проблемы с тем, чтобы отключить ее. И поэтому вы никогда не чувствуете себя в безопасности. Так что эта тема с нейропластичностью очень увлекательная. Но мозг может внезапно начать работать на много-много порядков лучше, будучи испуганным, на порядок эффективнее, проводить этнические чистки деревень, лучше следить за тем, куда прячутся они. И это полка о двух концах. Об этом как раз тоже было в вашей книге. Простым языком, какие лайфхаки самые ценные для поддержания здоровой работы фронтальной коры? О боже, никогда не думал об этом. Хороший вопрос. Ну, это показывает, какой я неподатливый, раз даже не знаю, что такое лайфхак. Но позвольте мне обобщить все это в вопрос, что способствует мощной фронтальной коре, и возможно, какие есть еще области, помимо хорошей фронтальной коры, для того, чтобы держать все в своих руках до тех пор, пока вы не выведете вашу компанию на рынок. Возможно, более мощная фронтальная кора, которая призвана решать сложные задачи, типа, когда нужно обойтись человеком хорошо или нет. Как показали исследования, заставлять мозг ставить себя на место других. Я не прошу вас соглашаться с ними, но если бы им пришлось сказать, из-за чего они так расстроены, что стряслось с ними, что бы они сказали, заставьте свой мозг индивидуализировать других. Да, они из этой категории, но чего вы ожидаете? Вы ожидаете, что они брокколи или цветная капуста, какая была, по-вашему, их лучшая вечеринка на дне рождения. Индивидуалистичное принятие перспективы, концентрация на том, что другие люди точно такие же податливые, подвигает быть податливыми наши собственные взгляды. И это не какой-то автоматизм, это анализ, который вы провели. Возьмите израильтян и палестинцев и вынудите их совершить принятие перспективы, и затем поглядите, есть ли изменения в их взглядах на мир и тому подобное. Это упражнение, которое делает более мощной вашу фронтальную кору. Это интересно, учтение романов такой же эффект. Я и не подумал, почему это столь, ну, занимает столько работы. Знаете, энергия, которую потребляет мозг, замечательное исследование было опубликовано в Nature пару лет назад, новой школой социальных исследований, главный рассадник публикаций и научных журналов. И что они рассмотрели? Эффект отчтения популярной билетристики по сравнению с классической литературой. Литературу лучше всего охарактеризовать как книги, которые тебя заставляют читать, нежели те, которые тебе хотелось бы прочитать. В них персонажи, мотивация которых двусмысленна, где не все получает разрешение, как и сюжетные линии. И вот какое-то время вас заставляют читать классическую литературу в противовес популярной билетристики, и вы развиваете модель психического состояния. Точно. Посредством классической литературы вы совершенствуетесь в принятии перспективы, потому что вы проводите больше времени, справляясь с тем, что люди думают и чувствуют по-иному, по сравнению с вами. Вы можете что-нибудь рассказать об образовании? В настоящее время как происходит образование детей в отношении их биологических различий? «О, Боже, да не просите меня начинать. Мы не можем. Да. Да, хорошо. Возможно, с наиболее фундаментальной точки зрения это то, что типа «О, да, удачи с этим». Во что стоит внести ясность? Это в то, что я не в полной мере верю в свободу воли. И я потратил ужасно много времени, думая о том, как бы выглядел мир, в котором люди начали бы себя принимать как всецелы биологических машин. И как бы не получился ответ, мы бы все съехали с катушек на этой почве. Но вся эта область, если вы простой, порядочный родитель, ну, безумно одержимый вашим ребенком, склонный к внутреннему локусу контроля, хороший уровень самоуважения и так далее, что вам нужно делать? Чему больше всего обучать детей, так это преимущественно дети тех людей, кто сидят сейчас в аудитории, это, я предполагаю, ничего более, кроме как явная, совершенная биологическая удача. Удача в плане той самой матки, той самой семьи, того самого окружения, той самой истории вакцинации и чистой воды, и расстояния до ближайших военачальников и того подобного. и это и есть та биологическая составляющая, которую необходимо вбить ребенку в голову, потому что тот тип детей, которых мы стремимся воспитать, охотно готовы к чему-то, вместо того, чтобы прельщаться чувством, что что-то ожидает такого великолепного человека, как я. Это то, к чему вы возвращаетесь снова и снова. Просто, чем более высокий социально-экономический статус, тем с большей вероятностью вы будете объяснять свой успех собственными, личными качествами. Да, обоснование системы. То, где я сейчас, это к добру. Да, именно, ведь никто, так же, как и я, не рожден быть судьей Верховного Суда. Что ж, двигаемся дальше. Итак, у нас остается последний вопрос. Вы особо подчеркивали роль стресса в вашей работе. Какую роль он играет в обществе в целом, в особенности, если речь идет о крупномасштабных переменах, таких, как общественная и экологическая деградация, вплоть до социального коллапса. Это из той же серии, когда вы спрашивали меня около 30 лет назад, когда я был помешан на биологию стресса, тогда были совершенно другие акценты, чем сейчас. У меня был знакомый, который стал для меня кем-то вроде наставника или фигура отца. Его звали Мэйер Фридман. Старшее поколение Сан-Франциско, возможно, припомнит институт Мэйера Фридмана на Скотт-Стрит. Мэйер Фридман был кардиологом Калифорнийского университета Сан-Франциско в 50-х годах. Он открыл личность типа А и исследовал ее в течение всей карьеры и стал для меня чем-то вроде фигуры отца и наставником моей карьеры. Он умер в возрасте 92-х лет. Последний пациент у него был на приеме за неделю до его смерти. Он все еще принимал пациентов. В медицинском центре университета он часто говорил «Я все еще тип А, но теперь я черепаха типа А». Это к тому, насколько он замедлился. К 90-х годам он был все таким же неистовым, когда бумажки его группы не были приняты из-за какого-то идиота проверяющего, который не мог врубиться в статистику. Чем бы он ни занимался, у него был собственный институт мэра Фридмана, к нему приходили все эти 40-летние директора, которые только-только получали свои первые сердечные приступы и записывались на его полугодовую программу, чтобы полностью переменить свой стрессовый образ жизни. И вот я сидел там как-то раз и тогда он всегда начинал с вводной лекции, которую затем он обязательно обращал в сторону собравшихся. Его первая лекция была о том, насколько в нем самом много от типа А. Первый сердечный приступ у него случился к 50 годам и привел к огромным переменам в его жизни, к возрасту 92 года и все такое. И вот он начинал эту речь о том, что в нем было от типа А. И при этом он не говорил о своем первом сердечном приступе, он говорил о том, каким сукиным сыном он тогда был и насколько ужасно обходился с той медсестрой, с той секретаршей и тому подобное. И на его похоронах я общался с его как бы 60-летними детьми, которые подтвердили. Это не был риторический прием, он действительно был ужасен до каких-то пор. И в какой-то момент я, глядя на все это, как-то раз спросил его, «Так, хорошо, вы занимаетесь всем этим, чтобы у людей было более здоровое сердце или чтобы люди лучше обходились друг с другом?» И он ответил, «Конечно, последнее. Если я ужасаю людей, говоря об их проблемах с сердцем, то чтобы они лучше обходились с другими. И если вы поглядите на то, что делает с вами хронический стресс, ужасные вещи, и с мочевым пузырем, и с селезенкой, и с гонадами, и с сердцем, и же с ними. Ужасные вещи происходят с вашей памятью, и с самоконтролем, и с эмоциями, и с долгосрочным планированием. Ужасное случается с вашей восприимчивостью депрессии и тревожности». Что я сейчас осознал, после десятков лет всего этого, одна из наиболее интересных и важных вещей, касающихся стресса, то, что он ослабляет вашу способность к эмпатии. И нам точно известно та часть мозга, которая в этом задействована, и те гормоны стресса, которые здесь участвуют. Одно из последних исследований, которые я проводил в своей лаборатории, как раз об этом. Дело не только в том, что стресс подрывает ваше здоровье, делает нас забывчивыми или даже слабоумными и преждевременно умершими. Стресс заставляет нас узко мыслить в плане того, кого мы считаем за своих и чью боль вы можете переживать. И это самое главное проявление, по моему мнению. Так много еще вы могли обсудить. Я так благодарен за то, что вы здесь сейчас с нами. Мне бы хотелось задать вам еще пару вопросов о религии. Здесь также есть люди, которым бы это хотелось. Но у нас здесь уже есть много того, о чем мы успели поговорить, и о том, что эмпатия, что мы, что мы буквально можем не ощущать боль тех людей, которых мы не принимаем за своих. Но я хочу порекомендовать книги и хочу перейти к нашему следующему обсуждению, потому что я говорил, есть еще настолько много всего в этом, не только искусственный интеллект, хотя я рад, что вы разговаривали об этом со своим сыном. Ну, скорее мне прочитали нотации, если говорить точно. Но он был очень вежлив. О, это здорово. Так что, если вам интересно послушать еще Роберта Сопольского, он побудет нашим проповедникам на богослужении этажом выше. Это означает, что он подпишет несколько, ну, несколько книг, чтобы у него оставался перерыв перед следующим мероприятием. Но богослужение пройдет этажом выше. Там будет много собачек, других питомцев, котиков и всех остальных. Так что, там будет много многомрачного лая. Но вам нужно просто идти дальше. Просто пройти через это. Ну, знаете, я преподаю, у меня залы полные студентов, у вас залы полные студентов, и на своих компьютерах они смотрят, ну, на лай собак. На лай собак. Так что, присоединяйтесь ко мне на следующей неделе. У нас в гостях будет Джефф Чан. Джефф Чан, вице-президент повествовательных искусств и культур. Это будет обсуждение расовой культуры и ресегрегация. Это человек, который написал историю хип-хопа и множество подобных вещей. Это будет шикарно. И если вы можете себе позволить, пожалуйста, поддержите нас пожертвованиями. И, пожалуйста, присоединяйтесь ко мне, чтобы поблагодарить Роберта за то, что он сегодня с нами. Переведено и озвучено на студии Стаханов 2000.